Насколько реальна версия того, что благодаря более молодому, гибкому, энергичному, руководящему составу советской армии удалось одержать победу над гитлеровской Германией? Ну, версия верна, потому что, смотри, вот очень часто говорят, что Сталин репрессировал великих полководцев, блядь, Тухачевского, там, Якира, Блюхера, Убаревича, великих гениев, сука, стратегической мысли. И именно поэтому мы вот весь 41-й год отступали, понесли такие потери ужасные, то есть это все из-за Сталина, это вот репрессии среди высшего командного состава РККА, то есть проклятый Сталин, блядь, он повелся там на какие-то провокации германской разведки и решил, что вот эти его полководцы, они все шпионы-предатели, всех их репрессировал, а это было все специально сделано немцами для того, чтобы Сталин вот свой, значит, генштаб обескровил. Но это хуйня, это теория заговора, да, это чистая конспирология. Как на самом деле дело обстояло? Дело в том, что красные вот эти командармы, герои гражданской войны, они на самом деле никакими стратегическими гениями не были и никакими навыками стратегическими не обладали. То есть они гражданскую выиграли, потому что они вели войну не с действующей регулярной армией противника, а по сути с собственным народом. То есть они подавляли крестьянские восстания, они обеспечивали изъятие хлеба во время продоразверстки, они вторгались и осуществляли карательные операции в населенных пунктах, где комиссаров убивали, да, и не давали там советскую власть насаждать. И вся, собственно, их стратегическая инициатива, да, она сводилась к тому, чтобы просто брать заложников из числа мирного населения на оккупированной территории. И в случае, если происходят какие-то акции против советской власти, да, там комиссаров убивают, не дают хлеб изымать у кулаков, еще что-то, убивать этих заложников и брать новую партию заложников, да, то есть таким образом, вот насильственными методами склоняя население к лояльности. То есть вот так они выиграли гражданскую, это как бы по факту. И как только они столкнулись с какой-то армией регулярной, пускай даже это была сраная Польша, они тут же получили по щам и мировая революция по сути захлебнулась. То есть как только им нужно было вот этой красной армии, великой непобедимой, принести, значит, огонь пожара мировой революции, там, через труп Белой Польши вперед в Берлин, Париж и Лондон, как писал Тухачевский в своем приказе, то этот самый труп Белой Польши, в кавычках, таких навалял люлей красным вот этим комиссарам, что они потом бежали очень далеко. А немцы таких наваляли, значит, маршалу Дыбенко гениальному под Нарвой, что его потом ловили где-то в районе Урала, настолько он там отступал, значит, бежал в панике через полстраны. То есть вот эти вот деятели, которых Сталин репрессировал в 37-м, они никакими стратегическими гениями не были. Это просто вот некие головорезы, да, типа Котовского, там, уголовники, которых на волне вот этой вот революции, на волне гражданской волны выкинуло, выбросило вверх в эшелоны власти. Да, то есть, ну, понятно, революция, по сути, это как бы вот все равно, что трубу в канализации прорвало и всякое дерьмо повсплывало. Да, то то же самое вот оно повсплывало таким образом. И, соответственно, Сталину в 30-е годы, поскольку он хотел создать какую-то эффективную систему управления и в государстве, и в спецслужбах, и в армии, ему нужно было как-то вот бороться с последствиями вот этого прорыва канализации. И поэтому он как бы решил, значит, этих всех товарищей репрессировать. Вполне оправданно. И то, что он их уничтожил в конечном итоге, это не снизило оборонную силу, да, или там наступательную военную силу, военную мощь Красной Армии, а наоборот ее увеличило. Потому что он вот этих бездарных субъектов, которые не имели никакого представления о военной стратегии, да, и были просто, значит, головорезами, которые там привыкли на коне, с шашкой. И, собственно, их навыки победы в гражданской войне в условиях войны уже спустя несколько десятилетий, когда ставка делалась на механизированные корпуса, вот их данные, их представления о воинской стратегии, они были уже не актуальны. То есть, ну, как правило, говорят, что вот, Тухачевский, великий полководец, блядь, оставил там кучу трудов по военной стратегии. Но, опять-таки, вы читали эти труды? Вы знаете, что там в них, собственно, содержится? Вот если бы вы читали, вы бы за голову взялись, потому что там такой пиздец, что вам мало не покажется. Что там ставка на одноместные подводные лодки, что там призывы к тому, чтобы трактора обклеивать, значит, листами брони, использовать мирную технику в военное время в качестве механизированных корпусов. Что там призывы построить там 100 миллионов танков без всякого учета промышленного потенциала страны и сколько, по факту, эта самая промышленность может этих танков произвести. И, опять-таки, учет того, что эти танки, их нужно вообще-то технически обслуживать, должно быть необходимое количество экипажа, условия хранения, там, мазут, топлива, да, то есть и прочее, прочее, прочее. То есть это все Тухачевский не учитывал, ему было насрать. Более того, он использовал термины в своих стратегических трудах, которые сам выдумывал. То есть никто, блядь, эти термины не являются общепринятыми, и значения этих терминов никто не знает, кроме него самого. То есть у него там какие-нибудь диковильки встречались и прочая хрень. То есть это чистой воды шизофазия. У человека просто была вот графомания. Он писал всякую хуйню на бумаге, а потом уже, значит, когда при Хрущеве, значит, реабилитировали жертв сталинских репрессий, то вот выяснилось, да, то есть нужно было свалить на кого-то поражение первых лет войны, и сказали, а это Сталин виноват. Он, видите, накануне войны репрессировал кучу великих полководцев, да, стратегических гениев, типа Тухачевского, да, вот, и вот поэтому мы, собственно, там проигрывали в войне, значит, такие у нас поражения. А вот если бы Тухачевского он бы не расстрелял, то мы бы тогда немцам ЭГГ показали бы, да, при помощи военных тракторов и одноместных подводных лодок мы бы немцев сокрушили бы тогда, да. Так что нет, Сталин все сделал правильно. Правильно, действительно, вот этот тезис, который вы написали о том, что, собственно, старые командармы, у которых за плечами был опыт гражданской, они были заменены на людей, которые уже получили полноценное военное образование, закончили военные академии, то вот это помогло, конечно, выиграть в войне, безусловно. На эту тему вы можете почитать книгу «Очищение», кстати, вот, где репрессии Сталина в армии, они оправдываются и говорится, что Сталин все делал правильно. Единственная проблема – это то, что Сталин эти репрессии он все-таки до ума не довел, потому что эти репрессии нужно было бы и против Жукова тоже применить, у которого тоже никакого военного образования не было, и он, собственно, вот в годы уже отечественные кучу народу положил просто зазря. Потому что он не имел представления, опять-таки, о стратегических маневрах, там, о заход с тыла, нет, у него вот вперед, как бы, на пулеметные расчеты, и поэтому трупы в три ряда в итоге. Поэтому если бы Жуков последовал за своим учителем Тухачевским, было бы только лучше, конечно. Потому что вклад, например, там, Мерецкого, Рокоссовского, Василевского и прочих, он намного выше в победу, в общее дело победы.